В какой бы дом я не вошел, я войду туда для пользы больного. Слова из клятвы Гиппократа. Но, как показывает практика, не в каждый дом врачу безопасно входить. Угадать, что на самом деле ждет бригаду на выезде, сложно. Родственники больного или даже сам пациент, находясь в сильном эмоциональном возбуждении или под действием алкоголя, могут встретить фельдшера с кулаками. И осмотр в таком случае заканчивается для сотрудников скорой синяками, ушибами или переломами. Проведенные опросы по России, проведенные опросы в профсоюзах врачей показали, что это вот за последние пять лет, представьте себе цифру, 3000 врачей. 3000 врачей подверглись какому-либо нападению, оскорблению, унижению. Со слов специалистов, на самом деле инцидентов еще больше, просто о них не говорят. Руководству не нужна огласка. Да и правоохранительные органы обычно не спешат заводить дело. Поэтому скорая работает на свой страх и риск. Мы придумали для себя такой алгоритм. Если подозрительные адреса, это всегда же. Знаете, есть какие уже есть районы, дома, какие-то вот вообще непонятные адреса, где не знаешь, что тебя ждет. И поэтому водители попросили чисто по-человечески, чисто по-мужски, чтобы водитель должен провести бригаду на вызов, удостовериться, что там все спокойно, нет никакой агрессии, нет никаких там опасностей для бригады. И вернуться спокойно в машину, ожидать уже бригаду. Бывают случаи, что и автомобиль скорой помощи становится мишенью. Резали шины, камнями обкидывали машину. Мы, конечно, по всем случаям заявляем в полицию, но как-то, знаете, все это потом спускается на тормозах. В разных регионах с агрессией справляются по-разному. Где-то предлагают вооружить фельдшеров, например, газовыми баллончиками. В некоторых городах, в том числе и приморских, бригады оснащены планшетами. Через них можно подать сигнал о помощи. На практике и у этих систем есть ряд недоработок. Два года назад в Госдуме приняли законопроект о внесении одновременно в уголовный и в административный кодексы статьи «Воспрепятствование оказанию медицинской помощи». Врач оказывает реанимационное мероприятие и его отвлечь. А, как правило, давайте уточнимся, кто этим будет мешать. Либо пьяные друзья, либо недовольные родственники, либо, как правило, родственники, которые имеют, знаете, медицинское образование. И если вот врача отвлекут от этого, то возможно наступление негативных последствий. Ответственность за нападение на медработника наступит лишь в том случае, если побитый врач не смог оказать пациенту помощь, и это причинило ему вред. В любом другом дебоширы остаются безнаказанными или оплачивают штраф. Многие специалисты предлагают ужесточить наказание за нападение на медицинского работника, приравняв это к посягательству на жизнь сотрудника правоохранительных органов. У жителей Владивостока тоже есть мнение, как работу медиков сделать безопаснее. Даже, может быть, уголовное какое-то право рассматривать для того, чтобы обезопасить их работу, чтобы их работа была безопасна, как и работа наших правоохранительных органов. Это что надо что-то носить с собой, это точно. Газовые баллончики, электрошоки. Может быть, учить их рукопашной самозащите какой-нибудь. Ну, необходимо ужесточить меры в случае нападения на медицинского сотрудника, а также небольшие средства защиты, чтобы у них с собой были. У нас есть правоохранительные органы. Может быть, их попросить о помощи, если случаются такие ситуации, защитить наших врачей. Когда человека коснется, когда он вызовет когда-нибудь скорую помощь, и она к нему вовремя не приедет, то понятно, он поймет, что такое на врачей скорой помощи, оказывать им препятствия, поставить машину где-то, перегородить проезд. Это, конечно, осуждается людьми. Тем более, в наше время с пандемией, вы знаете, как сейчас относятся к врачам скорой помощи. Они были на передовой, можно сказать. 28 апреля – день работника скорой помощи. В современной России он долго оставался неофициальным. И только пандемия дала толчок. Профессиональный праздник получил всеобщее признание. Сегодня фельдшеры, диспетчеры, водители скорой принимают поздравления и надеются, что спасая чью-то жизнь, они не поставят под угрозу свою. Алина Черненко, Денис Фадеев. Новости на восьмом.